Всем привет дорогие друзья! Сегодня NCSoft анонсировала новую мобильную, а по некоторым данным кроссплатформенную MMORPG по вселенной Lineage. В этом ролике мы разберем показанное промо, а затем и интервью разработчиков об игре для своих инвесторов вместе с финансовой отчетностью. Игра называется Lineage V, которая согласно информации из блога NCSoft имеет концепцию Worldwide, то есть по всему миру. Сразу бросается в глаза, что логотип напоминает логотип 1-й Lineage, действия которой разворачиваются через 150 лет после событий начала Lineage 2. Это подтверждается и заголовком. История, написанная кровью, присоединяйся к кровавой клятве, начни свои хроники славы. Как многие помнят из наших обзоров на Lineage 1 и перевод Манхвы, кровавая клятва является ключевым аспектом как в сюжете, так и в геймплее первой части, поскольку вступая в клан, вы как раз даете клятву на крови, так же как и рыцари, присягнувшие принцу де Форжу. Промо представляет из себя книгу, из которой мы и узнаем об игре. Первая страница, озаглавленная как вечность, содержит промо-видео. Станьте частью вечной истории. В ролике играет музыка из Lineage 1, которую вы могли иногда слышать в моих видео и которая играет сейчас. Никогда не сожалел я о жизни монаршей своей ни на мгновение, но оглядываясь назад я пришел к пониманию, что престол есть участь навечно обязывающая перед теми, кто отдал все за кровавую клятву. И только через победу, не через слезы, отомстим мы за их самопожертвование. Братья и сестры, я стану сильнее. Вновь мы поднимем наши знамена, окропленные слезами и кровью нашей. Да воздастся нам слава победы. Вы также можете вспомнить, что главным героем манхвы Родословная является рыжеволосый принц де Форж, олицетворением которого в игре является класс принц, который наделен способностью создавать клан. Наиболее вероятно, что тут изображен именно он. Следующая страница имеет название кровавый залог. Кстати это название первого сезона игры Lineage. История Lineage продолжается сквозь поколения. Красная кровь не горит, она не ответит, но течет она сквозь века и тысячелетия. Мистическая река, что содержит память о жизни. Кровь поет продолжая течь. Песнь жизни, песнь человека, песнь света и тьмы. Поет она об истине. Следующая страница озаглавлена из воображаемого в реальность. Мечты исполняются в мире героев и легенд. Клятва, сделанная на крови, не будет нарушена, пока кровь течет в теле. Если есть хоть капля крови, клятву нужно хранить. А раз так, клятва может быть лишь одна на всю жизнь. Эти строки почти дословно взяты из манхвы родословная. Это текст песни, которую в детстве пела Гадрия своему сыну принцу де Форжу. Кроме того, в ролике очевидно изображены рыцари-хранители, присягнувшие де Форжу, подробнее о которых можно узнать в моих предыдущих роликах. В следующем видео говорится. Сначала ты должен призвать силу, содержащуюся в полномочном свитке, контролируя жестом руки. Нанеси же полученную силу на свое оружие с элегантностью и мягкостью. Узри же голубоватое свечение. Далее следует страница «Открой все новые поля битв». На ней можно заметить, стилизированную карту первой линейдж. Далее следует ролик с осадой и принцем де Форжем, вонзающим свой меч. Путь того, что светит ярко, как одинокая звезда, одержавшего славную победу. И путь того, что канет в пучине истории, прослыв по стыдно проигравшим. Какому бы пути не привела тебя судьба, ступай без страха. За корону, за победу, за честь. Последняя страница называется «Честь и жертва» и задается вопросом, принесешь ли ты в жертву все? Жизнь за честь и за преданность кровавой клятве. Заканчивается промо датой, когда разработчики должны рассказать больше информации. 19 августа 2021 года. Как вы поняли, практически все показанное относится к вселенной Линейдж 1 и одноименной Манхве. Мы уже подробно изучали Линейдж 1 и я могу сказать, что едва ли можно ожидать какой-либо связи с Л2, потому как и в Манхве и в первой Линейдж она минимальна. А теперь о том, как позиционируют игру разработчики в своем отчете для инвесторов. Что касается Линейдж В, директор Чангук Ли сказал «Это шедевр, который готовился в течение долгого времени с целью показать сущность MMORPG пользователям во всем мире. Расскажите, пожалуйста, о времени запуска, регионе и ожидаемых продажах Линейдж В, когда вы начали разработку Линейдж В. Линейдж В – это линейдж, нацеленный на мировой рынок. Разработка началась после завершения разработки Линейдж М. Линейдж В реорганизовала контент, чтобы преодолеть ограничения существующей мобильной линейдж. Настала новая эра мобильных игр, но было много вещей, которые нельзя было отразить из-за проблем бизнеса и технологий. Была жажда, которую не отражали существующие игры Линейдж. Конечно, существующие бизнес-модели Линейдж М и Линейдж 2М – это проверенные модели. Однако я понял, что у глобального расширения есть ограничения. Я начал работу над новым проектом, чтобы решить глобальные ограничения. Ожидания сложно оценить точно, но они очень высоки. В настоящее время доступны графики выпуска. Project V в течение года, Ion 2 в 2022 году и Project TL в 2022 году. Не кажется ли, что для маркетинга недостаточно времени, чтобы оправдать ожидания от Линейдж В? У каждой интеллектуальной собственности NCSoft есть свои особенности. На данный момент мы выпустили много игр и диверсифицировали наш предварительный маркетинг. У каждого игрового IP NCSoft есть свои особенности. На данный момент мы запустили много игр и провели ряд предпродажных работ. Мы пришли к выводу, что у Линейдж В эффективный маркетинг возможен в течение короткого периода времени. Это возможно, потому что это Линейдж IP. Здесь имеется ввиду, что Линейдж – это очень популярный проект. В предыдущей игре было принято решение не проводить за БТ. Это тоже часть маркетинга. После 20 лет службы игры вы можете решить, какой маркетинг хороший, а какой плохой. Будут ли совпадать цели Линейдж В и Линейдж 2М на мировом рынке? Миссия Линейдж 2М на мировом рынке – расширить круг пользователей хардкорных MMORPG. Разница между Линейдж В и Линейдж 2М заключается в том, разрабатывалась она с самого начала для глобальных пользователей или же исходная корейская версия была глобализована. Линейдж 2М – это как раз второе. Первое же – это ожидание на мировом рынке от Линейдж В. Миссии Линейдж 2М неизменны. Думайте об этом как о другой игре. Что же нам известно о Линейдж В? Больше года назад новостные порталы публиковали новость о разработке данной игры, где говорилось о том, что она будет на движке Unreal Engine 4. Также выдвигались предположения, о кроссплатформенности, однако пока точно подтверждено лишь мобильное направление. В целом это никаких удивлений не вызывает, так как согласно отчету NCSoft за второй квартал 2021 года, Линейдж М и Линейдж 2М принесли более 350 миллионов долларов, из которых 218 приходится на Линейдж 2М. В то же время компьютерная версия за тот же период принесла только 24 миллиона, что в 9 раз меньше. Кстати, в отчете есть интересная таблица продаж по регионам, где можно заметить, что с роялити, то есть от продаж своих игр за пределами своих подразделений в Корее, Японии, Тайване и США, то бишь в СНГ и Китае, составляет только 42 миллиона долларов, в то время как в одной только Корее продажи достигают 356 миллионов долларов. Что я лично могу сказать о Линейдж В? Думаю, что это будет аналог Линейдж М или Линейдж 2М, только более адаптированная для мирового рынка. Сюжетно это будет напоминать первую Линейдж. Графика, скорее всего, будет на высоте, а также, я думаю, будет присутствовать автопрокачка, характерная для мобильных игр. Донат, я думаю, будет, естественно, очень значительным, как и в других мобильных играх NCSoft. Лично мне данная игра будет интересна лишь с точки зрения раскрытия сюжета первой и второй части. Тем не менее, после выхода, если будет интерес зрителей, можно будет посмотреть ее на стриме. А какие ваши впечатления и ожидания? Напишите об этом в комментариях. И не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. Спасибо за просмотр и до встречи в следующих роликах. Субтитры создавал DimaTorzok